Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. И как логичное завершение нашей сессии, хотелось бы коснуться текущих исследований и что мы ожидаем в ближайшем будущем. Хочу напомнить о эволюции современной онкоиммунологии, которая началась в 80-х годах прошлого века с началом изучения противоопухолевых вакцин, интерлекина-2, интерферона-фальфа, фактора некрозоопухоли. В 1996 году появилось первое моноклональное антитело, это было ретуксимаб. И 10 лет назад появился первый модулятор иммунологического синусса, эпилемумаб. Дальнейшее развитие не останавливается на этом. Современная онкоиммунология развивается. Достаточно широко применяется иммунотерапия в монорежиме, как PD-1, PD-L1, CT-L4 ингибиторы. Далее проводились исследования, внедрились уже комбинированные методы лечения модуляторами иммунологического синапса, как PD-1, CT-L4. И в настоящее время широко изучаются во многих исследованиях и уже применяются на практике комбинирование иммунотерапии с различными методами лечения. Что нас ожидает в будущем? Мы знаем, что уже при многих локализациях опухолевых выявлены биомаркеры, которым уже созданы и одобрены, и препараты, которые обладают выраженной эффективностью. И почти не осталось ни одной локализации в организме человека, в которой бы не применялась иммунотерапия. В настоящее время продолжается исследование, изучение различных биомаркеров, различных точек приложения. Мы видим здесь, что около 1500 исследований касаются PD-L1 маркера, а также около 50 исследований микросателлитной нестабильности. В настоящее время в мире продолжается изучение иммунотерапии. Около 5000 исследований в настоящее время по изучению иммунотерапии. И около 500 из них касается отезолизумаба, более 1000 исследований картерапии, 500 исследований дурволюмаба, более 200 исследований овелумаба, более 60 исследований цимиплемаба. Что касается невулумаба, он изучается около 1300 исследований. Из них 300 исследований Ниволумаб с Ипилимумабом и Пимбролизумаб изучаются в 1300 исследованиях. То есть идет грандиозная работа в направлении онкоиммунологии. И хотелось бы коротко остановиться на некоторых исследованиях. Начнем с гастроэзофагиальной зоны, рака желудка. Это исследование на азиатской популяции, которое проходило в Японии, Корее и Тайване. Это исследование Attraction, где у нелеченных пациентов с HER2-негативным раком желудка и кардиозофагиальной зоны назначалось Ниволумаб с химиотерапией по сравнению с химиотерапией. И было выявлено по предварительным результатам, что назначение комбинированной химии иммунотерапии привело к выраженному увеличению времени без прогрессирования и длительности ответа. Однако пока данные об общей выживаемости не преобладают преимуществом, но мы будем ждать дальнейших результатов. Следующее исследование – это уже на европейской популяции изучение Ниволумаба с химиотерапией по сравнению с химиотерапией при раке желудка и кардиозофагиальном раке с аденокарциномой пищевода CHECMED649. В этом исследовании заложены три рукава, в которых три группы. Первая группа получает Ниволумаб с эпилемумабом, вторая группа – Ниволумаб с химиотерапией и просто группа с химиотерапией. В настоящее время доступны данные сравнения двух групп. Это химия иммунотерапия против химиотерапии. Мы видим, что у пациентов с высокой экспрессией PD-L1 отмечается выраженное преимущество в общей выживаемости. Однако данное преимущество также выявлено и у пациентов с более низким уровнем PD-L. И также время без прогрессирования не зависит от уровня PD-L1 и достаточно эффективно, с преимуществом в сторону иммунотерапии с химиотерапией. Следующее исследование – пембролизумаб против химиотерапии. В лечении рака пищевода. Это исследование КИНОД-590. Здесь назначается пембролизумаб с химиотерапией по сравнению с просто химиотерапией. И мы видим, что данная комбинация значимо увеличила общую выживаемость по сравнению с просто химиотерапией, как у пациентов с высоким уровнем СПС, так и независимо от этого уровня, как и время без прогрессирования. И очень интересное исследование при колоректальном раке с микросателитной нестабильностью. На настоящий момент мы знаем, что при микросателитной нестабильности хорошо проявил себя пембролизумаб. Здесь в исследовании, которое проводилось два года пока сейчас, на настоящее время, назначался неволумаб с низкими дозами эпилемумаба пациентам с наличием микронестабильности колоректальным раком. Наблюдение два года, и мы видим, какая высокая частота объективного ответа. У более 80% пациентов отмечается уменьшение размеров таргетных очков, и медиана до сих пор не достигнута как времени без прогрессирования, так и общей выживаемости. В настоящее время за два года время без прогрессирования и общей выживаемости достигает почти 80%. Далее мы коснемся уротолиального рака. Исследование МВГОР-130 продолжается. Это исследование в назначении отезолизумаба с химиотерапией в первой линии пациентов уротолиальным раком по сравнению с химиотерапией. Продолжается исследование также пембролизумаба против химиотерапии в назначении уротолиального рака, где назначается пембролизумаб с химиотерапией в сравнении с пембролизумабом в монорежиме и химиотерапией. Данные этого исследования будем ожидать в будущем. Следующее исследование уже назначение комбинированной таргетной терапии к обозотенибам с отезолизумабом во второй линии у пациентов, прогрессирующей после химиотерапии с уротолиальным раком. Это Космик-021. Здесь доступны уже предварительные данные. Мы видим, что достичь частичного регресса возможно у каждого пятого пациента. И с уменьшением таргетных очагов почти у половины пациентов, независимо от экспрессии PD-L1. Следующее исследование касается почечноклеточного рака. Достаточно выдающиеся результаты. Это Чикмейт-9ЕР, где пациентам нелеченым назначается неволумаб с кабазотенибом по сравнению с унитенибом в первой линии. И полученные предварительные данные мы видим, что как время без прогрессирования значимо выше, так и общая выживаемость значимо выше в группе неволумаба с кабазотенибом. И объективный ответ оказался два раза выше по сравнению с унитенибом. В настоящее время также проводятся исследования в области меланомы, комбинируя иммунотерапию пембролизумаб с ленвотенибом. Хочу напомнить, что ленвотениб – это мультикиназный ингибитор различных факторов роста. И, например, его обоснование с назначением вместе с пембролизумабом – это возможность увеличения иммуностимулирующего состояния у пациентов путем ингибирования факторов роста эндотелия и факторов роста фибробластов, тем самым помогая пембролизумабу воздействовать более эффективно на опухолевые клетки. И в данное исследование включались пациенты, уже ранее получавшие прогрессирующие PD-1, PD-L1 ингибиторы. И мы видим, что почти каждый пятый пациент все-таки имеет возможность получения выраженного эффекта. Одно из более сложных в лечении локализации – это гепатоцеллюлярный рак. Как мы знаем, в настоящее время продолжается значительно выдающееся исследование, которое касается комбинирования таргетной терапии с иммунотерапией, иммунотерапией с иммунотерапией. И несмотря на то, что данная локализация достаточно сложная, все-таки получены какие-то результаты. И мы видим здесь исследование EMBRACE-150, где изучалась комбинация от эзолизумаба с бевоцузумабом в лечении неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномы. И получены выраженные ответы как общей выживаемости, так и времени без прогрессирования в группе пациентов, получающих данную комбинацию. Также при лечении гепатоцеллюлярного рака в настоящее время продолжается исследование комбинации неволумаба с эпилемумабом. И мы видим, что назначение данной комбинации возможно достичь частичного регресса почти у 30 пациентов, у каждого третьего пациента, и с длительностью ответа и общей выживаемостью до двух лет, что достаточно важно для пациентов с такой трудноизлечиваемой опухолью. Ну и ранее касались докладчики данного исследования, что касающегося немелкоклеточного рака легкого. Нам интересно очень это исследование, что мы участвуем в нем. И это Checkmate 9LA, которое доказало преимущество неволумаба с эпилемумабом по сравнению с химиотерапией, как в виде увеличения общей выживаемости, времени и времени без прогрессирования. Следующее исследование, касающееся мелкоклеточного рака, это исследование Caspian, где изучается комбинированная иммунотерапия по сравнению с химиотерапией иммунотерапии в иммунорежиме, также выявило значимое увеличение общей выживаемости комбинированной химиоиммунотерапии по сравнению с просто химиотерапией. Что касается плоскоклеточного рака головы и шеи, здесь достаточно много исследований. Исследования комбинации с химиотерапией, с лучевой терапией, с иммунотерапией. И как в первой линии, так и во второй линии мы видим. И хотелось бы коснуться одного исследования. Это исследование Keynote 048, где сравнивается пембролизумаб в монорежиме с комбинацией с химиотерапией по сравнению с исследованием Extreme, где включалась химиотерапия с токсимабом. И мы видим, что пембролизумаб как в монорежиме обладает преимуществом с увеличением общей выживаемости, как в группе с высоким уровнем педиэлиэкспрессии, так и с низким. И значимо выше уже эффективность видим при комбинированной химии иммунотерапии против данных исследований Extreme. Ну и одно исследование – это Keynote 355, это касающийся трижды негативного рака молочной железы, который также является сложным в лечении и локализации. Здесь назначается пациентом пембролизумаб в комбинации с химиотерапией, и проводится сравнение с просто химиотерапией. И предварительные результаты показывают, что как время без прогрессирования в общей популяции с низким уровнем педиэлиэкспрессии, с высоким уровнем педиэлиэкспрессии, мы отмечаем выраженное преимущественное назначение данной комбинации. Что касается плоскоклеточного рака кожи, мы знаем, что достаточно иммуногенное заболевание. Назначение пембролизумаба в настоящее время, исследование второй фазы КИНО-629 выявляет, что почти 30 пациентов возможно достижение частичного ответа. Ну и в продолжение эволюции современной онкоиммунологии, что мы будем ожидать в будущем? Это, конечно же, нанотехнологии, различные конъюгаты, это воздействие на другие механизмы иммунной системы. И цель, конечно, новых направлений – это снижение токсичности и повышение эффективности. Вот пример конъюгированной терапии. Это конъюгат тростузомаба с ингибитором топоза и мираза-1. В исследовании по лечению колоректального рака у пациентов с хердоположительной экспрессией. И назначение сейчас проводится в третьей более линии. И несмотря на то, что это достаточно леченые пациенты, мы видим, что насколько выраженный объективный ответ с возможностью достижения частичного регресса, регресса почти у половины пациентов. Следующее направление – это конъюгаты антител против модуляторов иммунологического синапса, например, проантитела CTL4. К ингибитору CTL4 добавляется с помощью субстратной метки маскирующие пептиды, которые, в свою очередь, направляясь к опухоли, не реагируют CTL4 рецепторами, которые могут быть на любом-то лимфоците и находиться в любом органе, но реагируют только с протеазами опухолевых клеток и соединяются с Т-лимфоцитом именно в области опухоли, тем самым снижая токсичность и развитие аутоиммунных реакций. Как нам уже рассказывали предыдущие докладчики, является достаточно актуальной проблемой, потому что развитие иммуноопосредованных реакций встречается почти у всех пациентов, получающих иммунотерапию. И это антителло CTL4 изучается в исследовании, которое в настоящее время продолжается, и, надеюсь, будет и вторая фаза, и будет в нашем будущем. Какие же задачи нанотехнологии являются важными? Основная задача – это, конечно, доставка всех веществ, всех препаратов непосредственно в опухоль, снижая токсичность, минуя разрушительное действие различных протаз. И здесь, в первую очередь, конечно, разработка вакцин против рака НСИТО. Мы знаем, что единственная вакцина, которая получила широкое распространение, это вакцина против вируса папиллома человека. Различные вакцины, которые проходят исследования по поводу солидных опухолей, многие оказываются неудачными, но и работы продолжаются. И здесь, конечно, очень важное влияние также идет в направлении разработки дендридно-клеточных вакцин. Суть заключается в том, что у пациентов берут опухолевые клетки, создают вакцины и вводят для обучения иммунной системы и удаления опухоли в начальной стадии развития. Что касается второй задачи, это доставка ингибиторов иммуноконтрольных точек непосредственно в опухоль, в микроокружение опухоли для минимизации токсических реакций. А также очень важной задачей является перенос адаптивных клеток. Это как раз направление картерапии, это перенос тилсов, которые в настоящее время нашли широкое применение боли в области гематологии, онкогематологии. И в настоящее время следующей задачей является терапия, разработка биспецифических антител. Это специальные белки, которые имеют два рукава, которые могут соединяться как с опухолевой клеткой, так и с Т-клеткой. В связи с этим индуцируя опухолевая паптос. Ну и здесь включился также новый таргетный препарат. Он, наверное, очень хотел, чтобы о нем рассказали. Это бета-ингибитор, который воздействует на бромодомены. Бромодомены являются считывающим компьютером, который контролирует и регулирует пролиферативную активность дифференцировку опухолевых клеток. И новый бета-ингибитор будет направлен на снижение блокирования этой функции, тем самым снижая рост опухоли. И проходит первая фаза этого исследования. У пациентов мелкоклеточным раком легкого в комбинации с химиотерапией мы видим, насколько значимый объективный ответ и общая выживаемость мы видим почти в 100%. И одной из основных, конечно, задач иммунотерапии – это всяческое возможное влияние на взаимодействие антигенпрезентирующих клеток, Т-клеток, микроокружения опухоли, которые достаточно подробно рассказал Алексей Викторович. Это, в первую очередь, увеличение количества реагирующих Т-клеток путем воздействия цитотоксического лечения, лучевой терапии, назначение противоопухолевых вакцин. Второй и третьей задачей – это, конечно, возможно, влияние на другие точки иммунологического синапса, как тормозные сигналы, так и на стимулирующие сигналы, и возможность воздействия на микроокружение опухоли путем повышения повышения проницаемости сосудов, воздействия на НК-клетки и различные другие иммунологические рецепторы. То есть, в заключении, конечно, хочу отметить, что все эти новые технологии, они направлены, конечно же, на увеличение общей эффективности, но мы должны помнить, что качество жизни является основным направлением современной онкоиммунологии и является основной задачей. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...